Теория одной кофейной тройки, которую я купила, начиналась очень интересно. Сначала я купила вот эти два блюдца. Она темная, ну, цвет даже скорее морской воды. И на нем переливаются золотые цветы. Это Чехословакия. И вот эти блюдца. И вот совсем недавно, будучи на новом блошинном рынке, который открылся, сделанном в СССР, я и увидела трио этой же фермы, этот же цвет. И я его, конечно, купила. Но остался вопрос, а что же мне делать с этими блюдцами? Потому что там разъединять было нельзя. Я купила как есть. Но, как видите, у меня есть вот такая рюмочка, тоже к нам пришедшая из СССР. И я с вами делюсь лайфхаком. Вот я ее так поставила. А сверху я поставила вот это блюдечко. Ну, и получилась такая вот замечательная подставочка под пирожные, конфеты, ягоды. Ну, вот. Это типа этажерки что-то такое. Ну, мне кажется, что очень-очень-очень даже интересная вещь получилась. Ну, а когда садишься за стол, кстати, там оказалась не чайная пара и трио, а кофейная пара и трио. Ну, какая разница, когда садишься пить чай или кофе, то очень хочется какие-то вкусности, сладости. Ну, вот такая красота. А клубничка, клубничка, какая клубничка. Когда я увидела это трио, сомнений не было. Я знала, что это мое. И я его, конечно, купила. Можно вечно любоваться сочетанием этого редкого для фарфоровых изделий цвета и золотого рисунка. Чудесное кофейное трио. Перед вами праздничные тарелки из белоснежного фарфора, золотой отводкой и золотыми еще линиями с волнистым краем. Они могут украсить любой стол. Это еще одна моя покупка. В советское время подобные тарелки выпускались на многих заводах, в том числе и Конаково. Но данные тарелки были сделаны в ГДР. Это известная фабрика Калла. Это большие тарелки, а стоили они всего 100 рублей. А вот еще мои покупки. Тарелочки украинские с Будды. С Будзянского завода. Многие из вас наверняка знают это предприятие на Украине. Но для меня было открытием узнать, что оказывается в 1886 году сам Кузнецов перенес сюда свою фарфоровую фабрику. Тогда фабрика стала четвертым предприятием, вошедшим в 1889 году в конгломерат товарищества Кузнецова. Ну вот, хочу показать прекрасную эту садовницу. Многие из вас знают этот сюжет. Кстати, похожий сюжет и Конаково делала. Ну вот это Будзянский завод. Посмотрите, как по краю. Здесь очень много цветов. Такие как будто бы вазоны, в которых цветы растут. Решеточки. Вот. И такая же глубокая тарелка для первого. Вот, кстати, давно хотела купить. У меня джель. Вы знаете, я собираю. Люблю посуду в бело-голубых тонах. Вот хотелось и еще какие-то другие заводы, предприятия купить. Так что, я думаю, что здесь не больше 20 сантиметров. Ну и здесь, наверное, так же. Так, ну давайте посмотрим. Вот. Будзи. Вот так вот. Так что, еще и такие интересные покупки, друзья. И, конечно, самое интересное, я приберегла, как обычно, на конец видео. Иметь для сервировки стола еще и английскую посуду, это была моя мечта. И вот на блошином рынке назад в СССР я купила английские тарелочки диаметром 20 сантиметров. Да еще с изображением весеннего пейзажа. Посмотрите, у них красивые гофрированные волнистые края, обрамленные растительным орнаментом, куда вплетены зеленые листья плюща. На картинке вы видите реку, растущую на ее берегу стволы деревьев, чуть дальше домики и в розовой дынке цветущие плодовые деревья. Да, это деколь, но здесь ручная подрисовка цветом. Френдли вилледж. Иначе переводится как «дружелюбная, приветливая деревня». Имя Johnson Brothers компания получила в честь ее основателей, братьев Джонсон, в 1883 году. Со временем многие коллекции, к примеру, коллекция «Деревенька», старые бретонские замки, завивала огромную популярность и любовь как коллекционеров, так и домохозяек всего мира. Они отличаются своей необыкновенной живописностью. Ну вот, в частности, вы можете посмотреть несколько вещей из этой вот направления «Френдли вилледж». А я вас, мои дорогие друзья, поздравляю со всеми майскими праздниками и с наступающим праздником 9 мая. Обнимаю всех. Всего самого хорошего. Будьте здоровы и пусть у вас все будет хорошо.